Итак, друзья, всем привет снова от Латухи. Видео про говорящий телефон я уже сделал. Я теперь подумал, а почему осталось без внимания очень полезное приложение? А точнее даже виджет. Виджет баланса. Причем для двух симочных. Если кто о нем не знает, ему будет полезно. Что это такое? Вот как оно выглядит. У вас на экране всегда будет баланс с вашими, скажем так, денежками. Сейчас я уберу его и сделаю все как бы сначала. Заходим в маркет. Набиваем BALAN. Он уже предлагает. Дальше дописываем слово виджет. И выбираем USSD Dual Widget. Именно бесплатную версию. Нажимаем, нажимаем установить. Он устанавливает, потом нажимаем открыть. У вас здесь будет как бы все по нулям. Ну, давайте, чтобы уж не голословно все делать, все покажу правильно. То есть я сейчас сброшу настройки приложения, чтобы не было претензий. А, давайте даже удалю его нафиг. Так, теперь заходим в маркет. Ну, вот как мы ее ищем. Потом устанавливаем. Принимаем. Открываем. Вот он телетелетролевали вам всякую фигню несет. Далее нужно зайти в настройки. Далее нажать системные настройки. И главное вот эту галочку поставить. Ну, он сразу намекнет, что нужно ему дать доп.права. Соглашаемся. В списке находим USSD Dual Widget. Разрешаем ему действие. То есть, чтобы он перехватывал запросы в телефоне. И все-таки ставим галочку. Ну, уже можно сказать почти все. Но, чтобы был смысл в этом виджете, чтобы он сам обновлялся, нужно еще сначала настроить параметры обновления. Я, например, выставляю, чтобы каждый день после 9 вечера он это делал. А вы можете выставить как угодно. Там есть варианты после звонка, после смс. Каждое сколько-то там времени и так далее. Ну, я думаю, все видите. Главное не забыть нажать кнопку сохранить. После этого, если у вас симки, скажем так, не совсем стандартные, для него непривычные, то он может неправильно определить коды. Вот это вам нужно будет настроить. И нужно, чтобы ваш оператор поддерживал работу с балансом через ESSD. Иначе фейл. Меня оба поддерживают с обеих симок. Все нормально. И самое главное, даже коды программа сразу подцепила, потому что МТС и Телли-2, они известные. Автоматом все коды выставились. Если неверно, то нажимаем, изменяем. После этого заходим в листик с балансом, нажимаем обновить. На одном даем ему немножко времени. Если произошла ошибка, допустим, и он не обновляет, тогда заходим опять в системные настройки и меняем режим USD. Методом тыка подбираем тот, который у вас будет работать. Но чаще всего тот, что по умолчанию работает. Нажимаем второй раз на второй сим-карте. Он сейчас обновит второй. И самое главное, что спустя время вот эти все нолики сменятся на цифры. Он будет показывать, сколько у вас за день расходовалось, за неделю и так далее. Можно подготовить заранее, как у вас будет это все дело выглядеть. Я думаю, понятно. А, подожди, сим-1 у меня это МТС. Ладно, сим-2 это теле-2. Значит, теле-2 хочу светло-голубенький. А МТС, соответственно, в красных оттенках. Нет, более алых. Вот так. Название для сим-1. МТС, окей. Сим-2. Ну, соответственно, теле-2. Два. Окей. Шрифт для названия. Ну, кто как. Шрифт для значения. Действия при нажатии. О, можно даже выставить обновление баланса по нажатию. Ну, мне это не нужно, я делаю так. Это вот теле-2-шная приколка. Приходит потом еще смс-ка в дополнение к тому, что баланс обновился. В общем, все. Теперь нам нужно сам виджет вынести на рабочий стол. Все зависит обычно от ланчера. Ой. Ну, в моем ланчере это делается так. Нажимаем в пустоту. Появляется менюшка с выбором, что хотите. Выбираем, что хочу виджет. Переносим его на это место. Отпускаем. Все. Вот у нас на рабочем столе появился виджет баланса. Вот такая вот простота от латухи. Не уедешь никуда без нее. Бред на самом деле. Но на самом деле удобно, красиво. И можно отслеживать, не утекают ли у вас деньги. Нажимаешь, он тебе показывает тут статистику. Вот так вот. Это было еще одно массенькое видео. Из раздела помогалки. Связанное с софтом. По программе Dual Widget. И SSD Dual Widget точнее. Все. Всем пока. Надеюсь на подписку. Удачи. До свидания.